Не только о масках и других мерах профилактики сегодня приходится думать кировским предпринимателям. Недобросовестная конкуренция, налоги плановые и не только проверки надзорных органов. Есть пандемия, нет пандемии. Насущные проблемы кировских бизнесменов год от года мало меняются. Их и обсудили сегодня предприниматели с губернатором Игорем Васильевым. Дмитрий Житачук присутствовал на встрече. Маску носить, руки мыть и при первых признаках заболевания нужно обращаться к врачу. С этого начал встречу с предпринимателями глава Кировской области Игорь Васильев. Средства защиты после отложил. На первый взгляд дистанция в полтора метра между присутствующими соблюдалась. А к чему собственно разговор про маски и чистые руки? Кто об этом не слышал? А к тому, что если меры профилактики соблюдать, то ограничений из-за пандемии не последует, напомнил на всякий случай глава региона. Будем исполнить? Значит не будет никаких жестких ограничений. Не будем, но сами на нас в этом. Сегодня о профилактике и особых мерах работы в пандемию больше не говорили. Проблем что ли мало? Взять к примеру проверки Роспотребнадзора плановые. Предприниматели сдаются вопросом, не слишком ли много визитов проверяющих. 15 часов проверка, анонсировано 15 часов. Вот, сразу же скажу, у нас обязательная сертификация продукции. И нас практически рассматривают под микроскопом ЦСМ. Во-первых, проверяют те, кого, наверное, видят. И вот получается, что вот такая вот частота проверок. Нам говорят, что бы вы хотели, потому что вы 13 лет, одно юрлицо. Это заставляет перерегистрироваться. А надо... И такая же история с Роскомнадзором, пожарными, налоговой. Как отмечают сами предприниматели, если ты десятки лет в бизнесе, должны же быть какие-то послабления. Подход должен быть избирательным со стороны надзорных органов. Самая история. Только в том году камералка была по налогам опять. То есть проверяют, кого тут я начинаю цеплять. Предоставьте весь список, кому там отгружаете. Представляете, мы каждый день отгружаем продукцию, розничную, молочную продукцию. И когда этот человек, который должен заниматься продажами или бухгалтерией, и на отвлекаться, у нас, я заметил, у нас всегда сразу падает статистика по продаже. И вообще отмечают предприниматели, если ты много лет на рынке, трудно вести нечестный бизнес. При первом же подвохе отвернутся и клиенты, и коллеги. Губернатор отчасти согласен. При существующих, в том числе электронных методах надзора, можно было бы, наверное, избежать частых проверок и бумажной волокиты. Предложил обсудить это с представителями всех надзорных ведомств. Я за что? Вот как помочь? Давайте собираться. Если есть вопрос, связанный с Роспотребнадзором, с контролем надзорных деятельностей, федеральных групп, мы не можем им дать прямого наказания. Мы можем их собрать на эту точку, попросить и разъяснить, какой у них план, что они от вас хотят, вы заранее должны подготовиться. И может быть, такой необходимости-то вообще нет. Если вы на этой встрече правильно покажете, вы обязательно декларируете. У вас уже прошла сертификация. Договорились обсуждать проблемы чаще. Считайте, что глава Роспотребнадзора уже готова к встрече, заверил предпринимателей глава Кировской области. Все проблемы бизнесменов и жалобы зафиксированы. И уже в ближайшие дни подобная встреча пройдет уже в расширенном составе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!